Гимнастика по холодку. Воспитанники детской спортивной школы 25 занимаются при температуре плюс 4. В спортзале дома творчества, куда ходят около 200 мальчиков от 6 лет, не было капитального ремонта с советских времен. При этом занятия не отменяют, несмотря на то, что нарушены все мыслимые нормы. Екатерина Хлемязева продолжит. Эти кадры сняли родители воспитанников спортивной школы номер 25. Маленькие гимнасты занимаются в теплых носках и двух кофтах. На снарядах только те, кто постарше. По технике безопасности там положено быть босиком. И уж точно не в ватных штанах. Но на градуснике в спортзале плюс 13. По словам родителей, это еще тепло. Секция спортивной гимнастики для мальчиков, единственная в регионе, заняла это помещение в Доме творчества два года назад. И вот уже вторую зиму выше плюс 16 температура в зале не поднимается. Маник Караханян, как и другие родители, ребенка водит на тренировки даже в самых экстремальных условиях. Сын очень просит. Вот 30 градусов было, внутри здания было 4 градуса. Вот гимнастикой, как заниматься в 4 градуса. В перчатках дети вдвое штанов, носки теплые. Вот двое детей вообще из нашей группы заболели, прямо вот эти морозы, когда занимались, заболели и не ходят. А на носу соревнования. Главная проблема – помещение две стены, целиком сделанные из стекол. Советское наследие. Из огромных окон сквозит. Плюс неисправное отопление. Директор давно уже придумала, как решить проблему. Но вот возможности для этого нет. Нужно приобрести тепловентиляторы. Мы готовы, у нас есть на это финансирование. Но нам не дают на это разрешение, потому что не выдержит теплопроводка. Для того, чтобы зал был теплее, думаю, наполовину нужно заложить все эти окна, скорее всего, либо какими-то блоками, либо это кирпичом. А верх нужно закрыть или перекрыть пластиковыми окнами. Второй вариант обойдется бюджету в полмиллиона. Таких денег нет. В здании самой спортшколы есть отличный зал, но для девочек. Помещение, где можно поставить мужские снаряды, в городе не могут найти уже 10 лет. Обещали построить к юбилею Омска, но снова обошли гимнастов стороной. А то здание, которое выделили детям сейчас, вообще не соответствует нормам. Где занимаются ребятишки спортом, если это закрытые помещения, то температура регламентируется для детей школьного возраста плюс 17 и выше, для ребятишек дошкольного возраста не ниже, а плюс 19 градусов. Что касается окон, то здесь однозначное остекление окон, причем цельнополотным стеклом. То есть, чтобы у нас никаких стыков не было, никаких трещин не было. Окна в спортзале пока затянули целлофаном. Это помогло поднять температуру на пару градусов. Но если воспитанники и дальше будут заниматься в таких условиях, Роспотребнадзор тренировки запретит. Екатерина Хлемязева, Алексей Попов, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.